Представь такую ситуацию, ты проснулся, выглянул в окно, а все человечество превратилось в зомби. Твои действия? Пошел бы в магазин за водкой. О, расскажи про концерт на Мегадетс. Какие впечатления? Что больше всего снесло крышу? Смогли ли поймать кого-то из участников групп после концерта? На концерт попал чисто случайно. Кстати, пригласительный билет мне подарила Дарья Ставрович. Концерт мне очень понравился, я давно их ждал. Все было на высшем уровне, и звук был на четверочку, хотя это очень-очень плохой зал для звука. Он там постоянно отвратный, но они, я считаю, справились. После концерта я поехал домой, так как у меня не было времени, нужно было заниматься, поэтому я никого не ловил. Расскажи, какой у него спешной случай, который произошел с тобой в школе? В школе? А, ну, пожалуйста, перемена перед математикой. Мы кушали с друзьями бананы, и кто-то уронил корку. И я сказал, прям при всех, я говорю, вот смотрите, она лежит, вы не поднимайте, кто-то на ней упадет. Ну и сам, естественно, не стал поднимать ее. И мы начали дурачиться, один мальчик решил на себя как можно больше портфеля одеть. Он одел и превратился в такого просто черепашку-ниндзя. И я решил попробовать его сбить ногой, то есть хотел ему дать пинка. А он стоял рядом с этой коркой. Ну и в итоге я и подскользнулся на этой корке, ударился головой и на секунду даже сознание потерял. То есть я сказал, что кто-то упадет, и сам навернулся. Было очень смешно, все поржали. Поскольку Лита захотел играть на бас-гитаре, кто надоумил вообще? Надоумил меня играть на бас-гитаре охранник моей школы, который был сам бас-гитарист из города Иваново. Это был 10-й класс. Как вы относитесь к своему инструменту? Я, например, последний год музыкалки просто возненавидел флейту. Сейчас она мне нравится, но осадок остался. Интересно, как у вас? Я закончил музыкальную джазовую школу по классу контрабаса. И к контрабасу отношусь очень уважительно и люблю. Так же, как и бас-гитару. Это часть меня. Давно мучает вопрос, откуда такие красивые бусы с ракушками? На всех выступлениях и фотографиях всюду заметны на шее бусы. Это своеобразный талисман? Памятная вещица от кого-то? Или они просто так сильно нравятся, что не расстаешься с ними вот уже столько времени? Да, они были куплены мной в восьмом году на море. Потом они у меня разлетелись, и я их заново собрал. Это для меня стало неким таким талисманом. Но я очень долго хотел найти им замену, придумал дизайн, но никак не мог воплотить это в жизни и не видел ничего подобного. И вот буквально полгода назад мне сделали их на заказ. И вот теперь у меня не ракушки, а черепаха. Ты бы хотел научиться летать? Да, было бы прикольно. Привет, Леонид. Любишь ли ты читать? Какой жанр больше нравится? Не люблю читать. Привет, Леонид. Расскажи самую трешовую ситуацию, которая произошла с тобой, и как давно это было? Самая трешовая, это, наверное, самая страшная. В общем, отсюда пойдем. Самая трешовая ситуация была, когда у меня в туре давно решили прикольнуться и сказать, что первая песня другая, а не та, которая была по списку. И, соответственно, я слышу четыре хэта и думаю, как-то он медленный хэта. Ну, думаю, барабанщик мой еще виноват, не я. Ну, в общем, все начали играть одну песню, и я, убегая, начал играть другую. Это было очень смешно. И такая ситуация прям. Я даже не знал, что делать. Расскажи о своем первом выступлении, первой бас-гитаре. Сам ее купил или родители помогли? Как родители относились к своему увлечению? Первый концерт, я уже раньше ответил, это был даже не моей группы, а я вышел на замену. Мне попросили заменить друга. Это был девятый класс. Первая бас-гитара была фил-про. Родители мне не помогали ее купить, они были против этого. И это, опять же, какая-то магия, потому что я очень хотел купить бас-гитару. Обманывал родителей, ходил на подготовительные курсы в институт, брал деньги на подготовительные курсы, а сам туда не ходил. Не хотел, чтобы купить себе бас-гитару. В итоге я просто нашел мобильный телефон, продал его и купил бас-гитару.